Телесобак Здравствуйте! Ну вот, мы с вами вновь вместе, во второй четверти, здесь, у телеэкрана. Сегодня, как всегда, перед вами лежит учебник и тетрадь, где вы будете делать нужные в течение этого урока записи. И мы начинаем наш первый урок. Ребята, отгадайте, пожалуйста, кто так говорит. Какой зуб вас беспокоит? Правильно, стоматолог. Итак, тема сегодняшнего урока – уравнение. Молодцы! Учитель или учительница? Присаживайтесь. Как будем стричься? Да, 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 вы сразу догадались. Это парикмахер. Какие булочки испечь? Кто-то сказал «мама». Давайте еще подумаем. Правильно, пекарь. Большое спасибо за покупку. А это продавец. Ребята, что общего у слов, которые вы называли? Они все называют профессии. Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь на нашем уроке? О профессиях. Тема нашего урока «Для страны все профессии нужны». Сегодня на уроке узнаете, в какой форме использовать слова при обозначении профессии. Расширите знания о разнообразии профессий. Определите роль людей различных профессий в нашей жизни. Что же такое профессия? Работа, труд, дело, специальность. Вот что говорится об этом в толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова. Профессия – это основное занятие человека, его трудовая деятельность. Скажите мне, ребята, людям каких профессий необходимо трудиться? Правильно, трудиться надо всем. Сегодня на уроке мы будем работать со словами, некоторые из которых, возможно, вы еще не знаете. Займемся ими. Для начала предлагаю посмотреть на рисунки. Вы знаете, как называют человека, который работает на земле, который знает, как выращивать и собирать урожай? Да, это агроном. Это слово пришло к нам из греческого языка. Агрономос. От агрос – поле. Номос – закон. А как называют водителя комбайна в сельском хозяйстве? Комбайнер. Молодцы. Как называют человека, который изобретает, придумывает, улучшает машины и механизмы? Я вам подскажу. Это инженер. Например, кто это? Молодцы. Партниха. Человек, работа которого связана с поддержанием чистоты и порядка во дворе. Правильно, дворник. Ребята, когда мы говорим о человеке, о его профессии, то после слова «работать» надо задавать вопрос «кем?». А сейчас давайте попробуем ответить на вопрос «кем?», используя название профессий, которые мы нашли вместе с вами. Обратите внимание, как заканчиваются слова, то есть обратите внимание на окончание слов. Например, стоматолог. Работать кем? Стоматологом. Учительница. Работать кем? Учительницей. Парикмахер. Парикмахер. Работать кем? Парикмахером. Пекарь. Кем? Пекарем. Продавец. Продавцом. Почтальон. Почтальоном. Ну и рыбак. Работать кем? Рыбаком. Рыбаком. Значит, при ответе на вопрос «кем?», у нас слова в единственном числе заканчиваются на «ом», «ей», «ем». Ребята, подумайте, какая из этих профессий самая важная? Что было бы, если бы хоть один работающий человек вдруг не стал бы работать? Да, каждая профессия важна по-своему. Давайте мы с вами сыграем. Давайте мы с вами сыграем в игру «найди профессию». Перед вами появятся слова. А вы должны найти профессию, с которой связаны эти слова. Первое. С какой же профессией связаны эти слова? Молодцы. Лётчик. Следующая группа слов. Расчёска, ножницы, зеркало, лак для волос. Давайте подумаем. Правильно. Парикмахер. Третья группа слов. Третья группа слов. Провода, лампочки, выключатели. Да, 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 это электрик. И четвёртая группа слов. Книги, полки, выставка книг, библиотека. Молодцы! Это библиотекарь. Ну а сейчас выполним упражнение, где вы должны ответить на вопрос «кем?». Азамат любит летать. Он хочет стать кем? Правильно. Он хочет стать лётчиком. Дядя Вася электрик. Он работает кем? Электриком. Лена любит стричь. Она хочет стать парикмахером. Хамза любит книги. Он хочет стать кем? Библиотекарем. А теперь мы с вами сыграем в игру «Отгадай профессию по инструментам». Я буду называть инструменты, которые будут на картинках. А вы профессию, связанную с этими словами. Посмотрите, что мы видим. Им, наверное, вас часто слушали. Это стетоскоп. А следующий инструмент – это градусник. Третий – шприцы. А на четвёртой картинке – правильно. Лекарство. Значит, кто у нас работает с этими инструментами? Конечно же, это врач. Или иначе мы его называем кем? Доктором. А здесь мы видим что? Альбом для рисования. На следующей картинке мы видим краски, кисточки, палитру для смешивания красок. А на следующей картинке мы видим, правильно, карандаши. На четвёртой картинке вы видите… Помните, мы в первой четверти познакомились с этим словом? Правильно, это мольберт. Ну и кто же всем этим пользуется в своей работе? Правильно, художник. Молодцы! Первая картинка – это ножницы. А вторая картинка – это швейная машинка. На третьей картинке мы видим нитки. И последняя картинка – это игла. Человек какой профессии пользуется этими инструментами? Да, это парниха. Сейчас перед вами появятся предложения и рисунки вместо пропущенных слов. Вы должны догадаться, кто кем работает. Начали! Мама Коли работает кем? Правильно, милиционером. Папа Заура работает кем? Да, пожарным. Брат работает кем? Строителем. Дядя служит кем? Молодцы! Пограничником. Он защищает нашу границу. Сестра работает кем? Учительницей. Ребята, как вы думаете, какая же профессия важная для нашей страны? Я предполагаю, что вы все хотите сказать, что все профессии важны для нашей страны. Но человек в любой профессии должен обладать необходимыми качествами, чтобы своим трудом приносить радость. Выберите из списка черты характера, которыми, как вы считаете, должен обладать человек любой профессии. Я надеюсь, вы выбрали вот эти черты. Что мы не выбрали? Почему? Правильно, злость и лень – это отрицательные черты характера. С ними намного сложнее работать. Очень важно, чтобы каждый выбрал дело по душе. Счастлив тот, кто занимается любимым делом. Такой человек обязательно принесет пользу своей стране, близким, родным. О таком человеке говорят, что он на своем месте или что у него золотые руки. Я желаю вам сделать правильный выбор в профессии. А теперь следующее задание. Прочитайте его. Что вы должны сделать? Да, собрать из частей пословицы о труде. Давайте посмотрим, как правильно. Делу время, потехи, час. У всего есть свое время. Время для труда, время для развлечений. Следующая пословица. Труд человека кормит, а лень портит. И последняя пословица. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Вы правильно выполнили и это задание. Что же такое профессия? Это основное занятие человека, его работа. А теперь давайте вместе с вами найдем 8 названий профессий. И начнем мы искать по горизонтали. Начали? Ищем первое слово строитель. Следующее слово доктор. Третье. Вот оно шофер. Далее библиотекарь. А теперь ищем по вертикали. Так. Продавец. Следующее слово. Кассир. Ищем еще далее. Учитель. Ну и последнее восьмое слово. Парикмахер. Молодцы! Профессии. Итак, сегодня на уроке вы узнали, что такое профессия и как заканчиваются слова на вопрос «кем» при обозначении профессии. Поговорили о разнообразии профессий и о том, что для страны все профессии нужны и важны. Много в мире профессий разных. Какую выбрать, не узнаешь сразу. В жизни все сгодится. Стоит только хорошо учиться. Что нам нужно делать уже сейчас, чтобы ваши мечты сбылись? Хорошо учиться. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч на телеуроках! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok